Ваша компания одна из тех, кто на себя принял первый удар в пандемию. Вот понимаю, что многое пришлось менять. Что из этих перемен осталось с вами и сейчас? Слушайте, осталось все. То есть нет ничего, что мы выдернули бы из розетки после пандемии. Наверное, главная вещь, которая нас заставила быстрее бежать, конечно же, ковид, хотя мы росли до ковида, но основной ресурс, которым мы реализуем все наши задачи, это люди. И вот людей нам понадобилось глобально больше и в первую очередь линейного персонала. И при этом были закрыты огромное количество офисных центров, не было доступа туда для того, чтобы организовать рекрутинг людей. Поэтому нам пришлось набирать людей онлайн, также онлайн их оформлять и онлайн учить. И все эти инструменты работают и поныне. Это, наверное, главное приобретение этого периода – умение быстро наращивать людской ресурс, умение быстро масштабироваться. Это то, что мы из него вынесли, и точно не собираемся от него отказываться. Вы набрали людей, потом вы сокращали количество? Нет, знаете, как бы дело в том, что мы постоянно растем, у нас не было по дня, то есть мы не падали, после ковида мы не упали. И это, наверное, ключевая причина, почему мы ничего не сокращали. Кроме того, как мы наращиваем нашу сеть по-прежнему, мы растем в количестве клиентов, растем в новых наших точках. Поэтому нам есть куда двигаться и есть где работать. Вот вообще все обращают внимание, что в этом году, видимо, поскольку курьеров стало так много, они тут в последнее время по новостям идут, причем с таким не очень, ну, с негативным больше оттенком, там то они подрались, то там к девушкам, представители, начитали эти истории. Вот как вы отбираете людей, вот именно эту позицию, учитывая, что именно они – это лицо вашей компании, по сути. Слушайте, тут же идти вопрос не только отбора, как бы, но и вопрос того, как мы с ними выстраиваем взаимоотношения, как мы работаем. И я сейчас буду абсолютным лжецом, если скажу вам, слушайте, мы знаем, как все делать, записывайте, это было бы очень, это было бы неправдой, да, то есть мы не застрахованы ни от чего, и с нами могут случиться как бы ситуации, которые случались с коллегами, не дай бог, но никакой страховки мы не получили. Но, что мы делаем, да, я могу рассказать только то, что мы делаем. И вообще большая часть людей, которые у нас работают, это люди, которые проживают в районах присутствия наших Dark Store. Это люди, которые живут через два дома, через три, через пять. Для них выйти на работу – это значит потратить 5-10 минут для того, чтобы дойти до работы. Они регистрируются у нас в приложении, выбирают все слоты, часы и приходят. Как правило, это не основная работа для людей, и, соответственно, удобное время подработки после основной работы. На два, на четыре часа кто-то берет восемь часов. Всех по-разному. Но 80% наших людей – это люди, которые живут в этих районах. Они знают этот район, они знают, как он устроен, они знают людей, которые в нем живут, им доверяют, им проще в нем ориентироваться. И это первая, как бы, причина. Мы создаем удобные для людей рабочие места. Мы, по большей части, не заставляем их двигаться из одного конца Москвы в другой, для того, чтобы работать. Вторая история, наверное, с которой мы выходим на рынок – это то, что большая часть сервисов, она мотивирует людей на количество доставок через то, что платят за заказы. Но никто не гарантирует им наличие заказов в это время. Никто не гарантирует им, что им упадут 5, не знаю, 10, 3 или 1 заказ. Они говорят – приходи. И в нашем случае мы людям платим не за количество доставок, мы людям платим за время, которое они нам отдают. А вот дать им заказы для выполнения – это наша задача. Курьер, к сожалению, для него, как бы, никак не участвует в формировании этих заказов. То есть он не влияет на то, чтобы заказов было больше. А то есть если человек больше выполняет, чем другой в это же время, за это же время… Там получается, что нагрузка, как бы, очень… Там не происходит такого, что один сидит, как бы, а другой почти постоянно бегает. Это же очередь. То есть свободный курьер, как бы, хватает заказы и побежал. Следующий подошел, как бы, и так далее. Это прямо совсем настоящий карусель в этих заказах. И когда человек понимает, что ему никто не обманет, что ему не надо никого обманывать, для того чтобы получить лишнее по какую-то копейку, все становится на свои места. Люди просто качественно начинают исполнять свои обязанности. Вы сейчас выходите в регионы. Да. Буквально вот на днях у вас было открытие в Нижнем Новгороде, да? Да. А где еще и что в планах? Значит, следующий наш город будет Казань. Он случится уже в начале октября. И это вот совсем скоро. Поэтому у нас большие надежды и на Нижний, и на Казань. Ну, а дальше посмотрим. А как выбираете регионы? На что ориентировались? Нам интересно несколько вещей, как бы. Первая вещь, как бы, это все-таки мы с опаской, как бы, подходим… Мы так постепенно идем к городам с меньшей численностью жителей. И для нас, для старта мы выбрали города-миллионники, в которых мы, соответственно, можем двигаться. Раз. Второй, как бы, это не такое большое удаление от Москвы. Два, как бы. Третье, это все-таки погода. Здесь можно двигаться на юг, но на юге нет дождей, как бы. Меньше мотивации из дома заказывают. Поэтому мы выбрали Нижний Казань. Посмотрим, как все это получится, и дальше будем принимать решение. Уже можно сказать про какие-то отличия в потребностях в ассортименте в регионах и в столице? Да нет, слушайте, как бы, потребности те же самые, то, что покупают… То есть нет каких-то типично столичных привычек, типично региональных? Нет, как бы, слушайте, там нет такого, что… Вы знаете, вот это произведено не в Москве, я не буду это покупать. Или там, что бы, это в Петербурге. Нет такого, как бы, нет каких-то вещей, которые бы для людей оказались, не знаю, непонятыми. То есть у нас примерно такой же сплит по категориям и продажам. А какие товары вообще самые популярные? Если вы начинали, там, насколько я помню, с каких-то там бытовых спичек соли, то сейчас что чаще всего у вас заказывают? Это, вы знаете, мы очень частотный сервис, и люди заказывают нас несколько раз в неделю. И это товары, которые нужны здесь сейчас дома. Это молоко, хлеб, фрукты, овощи. Это такие продукты, которые нужны каждый день дома. И да, конечно, они покупают и другие товары, стиральные порошки и все остальное, но большая часть наших продаж как бы приходится на свежие товары с определенным условием хранения. Потому что, знаете, это же предмет для того, чтобы здесь и сейчас получить все, что тебе нужно, не составляя списка и не рефлексируя на том, что у меня закончилось, придется мне идти в магазин или нет. Мы настоящий товаропровод, через который попадают товары так же, как вода из водопровода. Ты открыл кран, и тебе мгновенно это принесли. Никто из крана тебе не говорит, мы принесем тебе завтра с 16 до 18 воду. Иногда говорят, знаете ли? Говорят, но... И вот и Сергей Семенович как бы вроде работает над тем, чтобы все меньше таких случаев случалось. Слушайте, ну а вообще вот получается, люди не боятся там заказывать у вас яблоки, помидоры. То есть все же говорят, что фреш у нас сейчас такой потребитель очень такой капризный, там дай боже, что ты не то принесешь. Как вы эти проблемы решаете? Во-первых, он был всегда капризным. Вы знаете, это тенденции последнего времени, люди стали ценить комфорт, качество и скорость. Но это неправда, люди ценят это с момента появления на Земле. И все, как бы, что происходит сейчас, это появление нового инструментария, который становится удобнее, чем прошлый. И смотрите, как бы, раньше говорили, как бы, вот онлайн-торговля, это очень низкое проникновение. Бог его знает, когда это все еще случится. Сегодня наши онлайн-дарксторы, которые работают у нас первыми открыты, они продают на уровне оффлайновых магазинов. Магнида, Пятерочки, не знаю, там остальных игроков на этом рынке. Это услуга, которая стала просто удобнее, чем вчерашний онлайн и стала, как бы, сопоставимая по удобству и качеству с текущим оффлайном. Она стала удобнее, чем бывший онлайн и текущий оффлайн. Иными словами, как бы, тот самый кран, как бы, с водой, он появился. И что происходит с фрешем? С фрешем, как бы, происходит вот что. Во-первых, как бы, цена ошибки не очень высокая. Если вам принесли, это здесь и сейчас, вы всегда можете отказаться, если вам не понравилось. Это раз. Вторая история, как бы, это про то, что мы действительно трепетно относимся к этому товару, потому что к онлайну отношение совсем другое, чем к оффлайну. Те яблоки, которые ты набрал из ящика в любом оффлайн-магазине, это твоя проблема. Ты их набрал, ты их выбрал, тебя никто не заставлял. Когда ты приносишь какие-то яблоки, которые отобрал твой отборщик, этом dark story человеку, то человек автоматически воспринимает тебя ответственным за то, какие-то яблоки положил. И да, конечно, мы к этому относимся очень тщательно и серьезно. Это и выборы поставщиков, это и контроль качества, это и хранение на наших объектах. Все это очень важно. Но что касаемо, почему нам могут доверять, например, эти вещи, это про то, что в начале нашего пути первое, что мы делали, это дарили людям фрукты и ягоды. И когда люди их пробовали, конверсия была очень высокая в заказ, прямо мгновенно. То есть человек заказал там воду какую-то, ты ему положил, не знаю, там 100 грамм клубники. Он ее попробовал и подумал, слушай, вкусную клубнику ребята принесли, почему бы мне ее не заказать. И так происходили. А дальше из уст и уста как бы люди рассказывали и подтверждали наши качества. Так, у вас еще есть товары СТМ, кроме всего прочего. Точно. Что в них, как расширяете, что в планах? Знаете, те товары, которые мы делаем под маркой СТМ, они больше не про цену. Очень часто в офлайне частная марка ассоциируется с тем, что это более дешевый аналог бренда. В нашем случае мы подбираем на полки товары, которые редко или совсем не присутствуют на полках других офлайн магазинов. Потому что нам-то кажется, что люди устали уже от ассортимента повторяющегося во всех торговых точках. И нужен ассортимент с уникальными вкусами, с уникальными качественными характеристиками. Именно такие товары мы ищем и заводим под собственной маркой. И они скорее отвечают на вопрос дополнительных свойств товара в той или иной категории. Вы поставщиков сейчас новых для себя рассматриваете? Кто был бы вам интересен? Кто был бы вам интересен? Слушайте, мы выбираем во всех категориях товаров. И во всех категориях товаров мы видим возможность появления нашего СТМ. Да, наверное, есть как бы высоко консолидированные по группе товаров. Есть как бы товары, которые монополизировали категории. Такие товары, такие категории тоже есть. Но в большинстве своих категорий мы готовы рассматривать всех, кто делает действительно качественный и уникальный продукт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...